Приветствую вас, давайте разберем вопрос, который вы задаете. У меня такая проблема, не могу понять, что происходит с моим мужем. Месяц назад была крупная ссора, из-за которой он начался с домом, сказал, что не вернется, нет чувств. Но если вернется, то будем жить как сожители, его не трогать. Затем, через пару дней, муж предложил начать все заново, пожить еще пару дней отдельно, как бы встречаться, а затем вернется. Первый день, когда вернулся, было все хорошо, после началось какое-то отстранение от себя, то его не стоит обнимать, то без слова скучаю, люблю и тому подобное. Затем резко все становится хорошо. Недавно выяснилось, что ему не хватает со мной общения, и мой характер стал просто ужасным. К слову, у нас ребенок 7 месяцев, мне тяжело находить какие-то темы для общения, кроме домашнего быта и обсуждения проблем. До сих пор тактильного контакта почти нет, и каких-то ласковых слов в мой адрес тоже. Интимная часть отношений, как была, так и есть, ничего не поменялось. Подарки так же делают. Помогают, но стал чаще находиться в гараже и приходить поздно. Я слегка остранился, заметила, что он какой-то запутанный. Постоянно предупреждают, либо если мы поругаемся, то будет развод, либо он никуда от нас не уйдет, потому что любит и боится потерять. Хотел бы знать, что происходит сейчас с ним, и как мне исправить ситуацию, или может помочь ему. Ну, ответ, который, в общем-то, лисит на поверхности, здесь достаточно простой. Дать ему то, что он хочет, а именно больше общения. И вы знаете, парадокс здесь, на мой взгляд, заключается в том, что вы спрашиваете, как исправить ситуацию, при этом как будто бы игнорируете то, что муж вам прямо говорит, что ему не хватает общения, и как будто бы вы игнорируете тот факт, например, что вам сложно находить темы для общения. И у меня вопрос. Если вам сложно находить темы для общения, но при этом вы хотите ситуацию исправить, то, быть может, имеет смысл вам поработать, допустим, над тем, чтобы эти темы находить, это первое, на что хочется обратить внимание. Второе. На мой взгляд, вы чересчур сконцентрированы на мужа. И как будто бы, знаете, вот относитесь к нему, как к ребенку. Я не знаю, насколько это оправданно, конечно. Может быть, я оправдан. Может быть. Но, на мой взгляд, вам желательно больше обращать внимание на себя. И говорить о себе. и действовать в своих своих интересах. А не в интересах как бы своего мужа. Потому что то, что произошло, произошло в том числе потому, что вы невнимательны к себе. вы в общем-то говорите, что у вас была крупная ссора. Но своей ответственности в конфликте как будто бы не видите. не в том смысле, что вы виноваты. А именно вопрос здесь про ответственность. То есть что я сделала для того, чтобы ссора например стала реальной. Да? Вот. На это нужно обратить вам ваше внимание. Следующий момент. Я говорил уже о том, что как будто бы вы чересчур зависны от своего мужа. И в общем-то история здесь про то на мой взгляд что вы не слишком хорошо себе доверяете. И в этом смысле на мой взгляд нужно учиться доверять себе. Нужно учиться опираться на себя. и учиться наверное в какой-то степени конструктивному общению. Конструктивному взаимодействию с мужем. Да? Учиться бесконфликтному общению. Бесконфликтному взаимодействию с мужем. Чего сейчас на данный момент мы не наблюдаем. Вот. Мы наблюдаем сейчас по большому счету с вашей стороны ну больше такую вот наверное ведомую позицию. Да? Позицию ведомого мы наблюдаем. Вот здесь. И это конечно не есть хорошо для вас. Да? Это не есть хорошо для отношений. То что происходит с вашим мужем вряд ли можно однозначно идентифицировать. Ну только вот при условии если он например сам считает это проблемой. Да? Например. И только при условии если он готов работать со своей проблематикой сам. А вам нужно на мой взгляд работать со своей проблематикой. Вот. с тем что беспокоит ну вот конкретно лично вас. Вот. Это куда более на мой взгляд эффективнее эффективнее это куда более на мой взгляд полезнее, чем то, что вы делаете сейчас. там сейчас вы просто своего супруга да, вот пытаетесь понять вот, ну как бы понять другого человека в общем и целом весна-весна нелегко. Весна-весна тяжело это сделать. Особенно если вот человек такой вот достаточно закрыт. На мой взгляд совершенно очевидно, что у вас есть проблема такая вот контакта, то есть вы знаете, как будто вот друг друга не слышите, да, вы как будто бы не очень понимаете друг друга, вот, что кто чего хочет, кто в чем нуждается. И во многом конечно это связано вот в том числе с появлением ребенка, да, потому что очень часто бывает к сожалению так, что вот ну с появлением ребенка сложнее вот например мужчине сложнее взаимодействовать допустим со своей женой, потому что постоянно вот есть такое ощущение соперничества как бы здесь вот и в общем-то это ну вот просто довольно тяжело дается мужчине вот поэтому я думаю что вашей задачей является более такое вот можно сказать ну если можно сказать да более тщательно исследование себя более тщательно исследование вот какой-то ну своей проблематики да своих конфликтов вот своей неудовлетворенности своего эмоционального фона и более так скажем более активно может быть да более активно я его демонстрация то есть вот ссора ну вообще вообще вот как бы любая ссора да она возникает из-за того что люди вот немножечко так скажем не договаривают то есть людям ну довольно непросто говорить о том что беспокоит это правда непросто порой ну учиться учиться этому все равно нужно так или иначе вот и это является вашим задачем то есть чтобы вы более полно может быть понимали да чего вам хочется меньше вот закрывались может быть да если например допустим вы чувствуете что вам тяжело если вы чувствуете что вам нелегко как то трудно вот то это важно важно об этом своему мужу говорить да вот ну и может быть может быть может быть может быть учиться просить там допустим помощи вот но не в приказном в приказном допустим каком-то вот то же а именно вот больше действительно с позиции такой вот ну просящей позиции с позиции вот такой больше слабый если можно так выразиться потому что мужчине во многом очень важно вот чувствовать себя сильно ну сильно вот вот как как то так то есть там здесь основная проблематика заключается в том что вы пытаетесь понять другого человека вот как бы в психологии это ну скажем так не лучшая идея да да то есть вот ну с точки зрения вот психологии это не лучшая мысль вот которую вы можете реализовать вот потому что это чужая душа подъемки вот в целом в целом если ваш муж согласен допустим с тем что у вас есть проблемы в отношениях да вот то можно в принципе начать эти проблемы решать и первым шагом к этому может быть как раз ну обращение вот к психологу да вот ну ну вам вам обоим обращение к психологу вот именно за собой то есть чтобы вы оба да обратились значит к специалисту за помощью и соответственно поработали над тем что вас обоих волнует семейная консультация достаточно хорошо помогает людям так скажем друг друга понять да понять историю друг друга понять чувства друг друга вот эмоции друг друга понять переживания друг друга понять вот ну с другой стороны посмотреть эм друг на друга вот так что в этом смысле эм семейная эм консультация конечно крайне здесь желательно вот если вы хотите эм сохранить брак вот вот наверное наверное эм такой ответ можно было бы вам эм сейчас предложить с точки зрения психологии с точки зрения эм психотерапии вот с точки зрения эм моих ценностей вот которые есть у меня допустим да с точки зрения подхода который я эм продвигаю вот и с точки зрения понятное дело эм той информации которую вы нам предоставите нет а ну потому что информации все-таки я бы сказал немного в данном случае вот то есть хотелось бы побольше информации да вот хотелось бы ну получше понять вот с вашим мужем может происходить что угодно ну вообще все что угодно может происходить и в течение как бы вот ну допустим в течение дня да может происходить разное здесь важнее обратить внимание на ваши к нему отношения как вы к нему относитесь я имею ввиду к своему мужу ну например да пытаетесь ли вы его контролировать пытаетесь ли вы его к примеру привязать вот ну там допустим к себе да вот почему я об этом заговорил потому что вы пишите что он как-то вот ах ну стал больше времени там приводить в гаражах вот то есть как бы отстраниться вот и вас суть по всему это волну ну беспокоит вас вот вас можно понять но все же личное пространство у человека ну наверное все-таки должно быть вот как мы понимаем и вполне возможно что то что делает то что делает ваш супруг сейчас да вот то что он делает сейчас это связано с его желанием и как-то вот защититься вот защититься и отстоять свои границы вот защититься и обстоять то, что вот, условно говоря, ему важно, например. Да? Вот. То есть это вот, ну на мой опять же взгляд, да, это вот история здесь, она во многом про это. Хотя, естественно, я могу ошибаться. На этом всё, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, если вы, конечно, этого сами хотите. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Большая молодец, что обратились за помощью, вот, Большая молодец, что, ну, начали об этом говорить, да, вот. Но, тем не менее, это только первый шаг. Это только первый шаг к решению проблемы, вот. Следующим шагом является именно вот психотерапия, выбор психолога и психотерапия. Всего вам самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok